МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте. Профилактика, залог здоровья в Неневском округе, продолжается диспансеризация населения. В нашем эфире расскажем о тонкостях и нюансах профилактических осмотров. Несовершеннолетних безбилетников больше не будут высаживать из автобуса. Запрет выгонять детей из общественного транспорта принят на федеральном уровне. Актуальна ли проблема для Нарьинмара? Что такое овершеринг? Как не попасться на удочку мошенников? И почему конфиденциальность и приватность действительно важны в интернет-пространстве? В Заполярье стартовали уроки цифры. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Совете Заполярного района состоялась 13-я по счету сессия. Парламентарии рассмотрели ряд вопросов. В частности, было принято решение о внесении изменений в устав Заполярного района. Этот проект позволит привести документ в соответствии с окружным и федеральным законодательствами. Первое изменение коснулось наименования. Теперь к словам муниципальное образование, муниципальный район, заполярный район прибавятся слова Ненецкого автономного округа. Также было предложено дополнить полномочия органов местного самоуправления правом на предоставление участковым и членам их семей жилья на время работы на территории Заполярного района. Рассмотрели и поправки по поводу начисления земельного налога на территории муниципального образования. Налоговые льготы в виде освобождения от уплаты данного налога будут представлены тем предпринимателям, решившим зарегистрироваться на территории Заполярного района. Депутаты также рассмотрели возможность предоставления финансовой помощи для поселений. В районном бюджете создадут резерв нераспределенных средств, который будет направлен на софинансирование крупных мероприятий, касающихся капитального и текущего ремонта жилых домов. В конце заседания было принято решение о награждении почетной грамоты Заполярного района учителя биологии и химии школы-поселка Амдерма Ирины Коваль, а также директора Каратайской школы Елены Беляковой. Еще 8 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Ненецком округе за прошедшие сутки. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора заболевшие жители Нарьинмара, Искатели и Красного. Таким образом, по состоянию на 11 февраля на лечении находится 50 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре 11 человек, на амбулаторном лечении 39. Кроме того, в регионе зарегистрировано два летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 961 подтвержденный случай заболевания COVID-19. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 9 пациентов. Напомню, в Ненецком округе работает горячая линия по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале госуслуг. 11 февраля отмечается Всемирный день больного. Этот день призван обратить внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются люди, страдающие различными заболеваниями. А также информировать граждан об опасности болезни, необходимости профилактики и регулярного прохождения медицинского обследования. В их число входит и ежегодная диспансеризация. Александра Литкова продолжит тему. Почти 8 тысяч жителей региона прошли диспансеризацию за 2020 год. Это значительно меньше, чем за предыдущий. Снижение обусловлено ограничительными мерами в связи с пандемией COVID-19. Между тем, профилактический медосмотр является важным этапом в раннем выявлении заболеваний. Первый этап диспансеризации можно пройти за один день. По анкете выявляем массу тела, рост, индекс массы тела. После чего мы выявляем, есть избыточная масса тела, есть ожирение, нет ожирения. Измеряем давление, определяем повышенное оно либо в норме. Потом в первый же день можем определить в этом же кабинете уровень сахара, уровень глюкозы в крови экспресс-методом. В первый этап также входят экспресс-анализ крови, электрокардиография и флюорография. Объем исследований зависит от пола и возраста. Затем при необходимости пациента направляют на второй этап – консультирование узких специалистов. Консультируют это неврологи, окулисты, лор-врачи. Обследование – это УСДГ, брахицефальных сосудов, ректороманоскопия, колоноскопия, гликированный гемоглобин. Это все на выявление заболеваний, которые ухудшают качество жизни, ухудшают здоровье и уменьшают продолжительность жизни. Заболеваний много, которые можно выявить. Даже если человек чувствует себя здоровым, нередко именно в ходе профосмотра выявляются различные заболевания или факторы риска. Людям в возрасте от 18 до 39 лет проходить диспансеризацию необходимо один раз в три года. Старше 40 лет – ежегодно. Среди наиболее часто выявляемых – это заболевания сердечно-сосудистой системы. Это онтологические заболевания, которые хотелось бы выявлять на более ранней стадии. Диспансеризация направлена как на ранние выявления, то есть на ранних стадиях, выявление этих заболеваний на ранних стадиях, так и выявление факторов риска, которые пока можно скорректировать, чтобы они потом не переросли в заболевание. На это и направлена диспансеризация. С начала этого года здоровье проверили порядка 150 человек. В Нарьенмаре пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию можно во взрослой поликлинике в кабинете номер 13 с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов. В поликлинике Заполярного района осмотры проводятся в Центральной районной поликлинике в кабинете номер 7 с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал «Север». Газдума поддержала инициативу о запрете высаживать детей без билетников. Правительственный законопроект рассмотрен во втором чтении. В частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей без билетников в возрасте до 16 лет. Два друга Данила и Тимур – частые пассажиры. На автобусе ребятам приходится ездить 6 дней в неделю. Случается всякое. Забыли или потеряли деньги, а ехать все равно надо. Я как-то раз, у меня такое получилось, что я забыла платить и кондуктору, что я тоже забыла меня спросить, и я проехал так. Все-таки один раз только. Ну, я всегда, конечно, при деньгах, но были пару случаев, когда деньги пропадали. И тоже меня, говорили, давали билетик и все, отпускали. Негласное правило без билетных детей не высаживать действует в регионе давно. Надо отметить, что руководство Нарьинмарского АТП шагнуло дальше, оборудовав салоны автобусов камерами и видеорегистраторами. Ну, я считаю, что это очень полезно, потому что много беспорядков происходит в автобусе, а надо как-то это показывать полицейским, например, или другим. И кондукторы, чтобы фиксировали то, что вот они делают их действия. Это да, это давно нужно было сделать. Бывают такие моменты, то, что, например, деньги не выдают там, например, вот это все. Ну, или сидят, курят там. Кондуктор Валентина Бородкина признается, все ее смены всегда проходят спокойно. А безбилетные, а вернее безденежные дети на маршруте не редкость. Дело ведь житейское. Ну, бывает, что оставили дома, нет денег, ну, возим, бесплатные, ну, вряд ли. Ну, не знаю, я не высаживаю, то мои другие высаживают, но со мной такого не было. Установленное в салоне оборудование дисциплинирует в первую очередь пассажиров, считает водитель автобуса Михаил Канев. Вряд ли кому-то захочется увидеть себя со стороны. Поспокойнее стало. Молодежь стала более адекватной себя истина. Серьезно? То есть, они вот прям, ну, были случаи, что прям были камеры, да? Ну, да. Особенно вечером, да. Было раньше, да. Камеры фиксируют все происходящее внутри салона и снаружи. Запись не транслируется в реальном времени, но при необходимости ее можно пересмотреть и найти нужный момент. И вот он показывает именно, где конкретно находился, где конкретно находился, где автобус находился в этом году, да, и все, что появилось внутри автобуса и снаружи две камеры. Камера в салонах автобусов – это в первую очередь транспортная безопасность. В каждом автобусе по семь камер. Они записывают видео и звук. Одна из камер направлена на водителя. Дополнительно каждый кондуктор оснащен персональным регистратором. С конца декабря, когда мы установили эти новые системы видеонаблюдения, несколько раз уже обращались к просмотру видеозаписей. Вот, было несколько инцидентов, в том числе рассматривались жалобы пассажиров на резкое движение, ускорение автобусов. Вот, ну, в принципе, все эти случаи у нас не подтвердились. Кстати, благодаря камерам можно установить взаимоотношения между кондуктором и несовершеннолетним пассажиром. Надо отметить, что информацию с видеорегистраторов-контролеров ВТП проверяют ежедневно. По поводу того, чтобы не высаживать детей, это у нас уже давно. Это еще в 2016 году у нас уже было принято решение директором о том, что мы не высаживаем детей, независимо от времени суток и погодных условий. Ну, как-то чисто по-человечески относимся к этому. Соответственно, там кондуктор может там замечание сделать, что вы, пожалуйста, будьте любезны, денежки возите и оплачивать нужно, но не более того. Напомним, на федеральном уровне проектом закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, недостигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. Ольга Руссул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Две школы города Нарьинмара прошли во второй этап проекта Министерства просвещения России «Школа новых технологий». Городские школы номер 3 и 4 имеют положительную динамику результатов ОГЭ и ЕГЭ. Также хорошие показатели участия во Всероссийской Олимпиаде школьников, доступ к образовательной инфраструктуре и кадровый ресурс. Эти показатели позволили учреждениям участвовать в проекте и успешно завершить первый этап. Учителя будут проходить обучение в Академии ведомства. Полученные знания будут закреплены на практике. Постоянное онлайн-сопровождение от Академии окажет адресную методическую помощь в последней учебной четверти. Второй этап проекта начнется в марте, а закончится в мае. В учебных заведениях города проходит урок цифры. Ребятам рассказывают, что такое овершеринг, как не попасться на удочку мошенников и почему конфиденциальность и приватность действительно важны в интернет-пространстве. Подробнее в сюжете Елизаветы Кабановой. Неформальное общение сделаем? Я присяду. С первых минут Антону Лебедеву удалось установить контакт с ребятами. Благодаря неформальной обстановке один из спикеров Всероссийского проекта в сфере цифровой экономики рассказал ребятам на доступном языке, как распоряжаться личной информацией в интернет-пространстве. Овершеринг. Это от английского слова тюше и овер. Слишком. Это когда вы, например, на своей страничке или где-то размещаете информацию, ну, так скажем, чуть больше, чем надо. Ну, например, я говорю, что я зовут Антона Малитиновича Лебедева. Это открытая информация и можно найти в интернете. Но если я начинаю говорить о себе какие-то вещи, типа мой телефон личный, почта, домашний адрес, это уже та информация, которую, конечно же, нежелательно публиковать в открытом доступе. Овершеринг было не единственным сложным словом. Также ребятам рассказали про фишинг. Это получение конфиденциальных данных при помощи поддельных сайтов. Например, вместо vk.com будет vk.dom. В ходе встречи с воспитанниками Центра содействия семейному устройству Антон Лебедев объяснил о главных правилах безопасности не только в социальных сетях, но также в играх и приложениях. Пароли, то, что везде разные, должны быть информацию личную не всю публиковать и по ссылкам не переходить. Впрочем, многие ребята уже были знакомы со сложной терминологией. До этого воспитатели проводили блок занятий по кибербезопасности. Уроки проходили на протяжении месяца. Обсуждали не только приватность и конфиденциальность, но также кибербуллинг. Ведь безопасность в интернете касается не только личной информации, но и личных границ. Они, конечно, эту информацию знают, и даже малыши сидели и кивали, что мы знаем, что нельзя распространять личную информацию. То есть, если мы даже создаем аккаунт в одном из социальных сетей, то есть нужно создать сложный пароль. То есть, что есть злоумышленники, которые могут воспользоваться этой информацией. То есть, для малышей, вот начальных классов, для школьников, это как бы достаточно знать, что нельзя переходить по ссылкам различным. Урок цифр прошел не только в Центре содействия «Наш Дом». Несмотря на то, что провести встречу в первой и третьей городских школах и школе поселка Индиги во флайн-формате не удалось, с учениками седьмых-восьмых классов была проведена видеоконференция. Также уроки будут проходить и в других учебных заведениях нашего округа. Всем школьникам, всем ученикам, так или иначе, вне зависимости от возраста, мы должны донести информацию о том, о важности безопасности в интернете, о важности своих персональных данных. Мы расскажем и рассказываем сейчас, какие данные необходимо хранить вообще, что такое персональные данные и кому их можно, кому их нельзя доверять, так скажем, и как их можно защитить. В век цифровых технологий безопасность в интернете – одно из самых важных правил. Овершеринг, фишинг и даже кибербуллинг являются проблемами нашего времени. Чтобы обезопасить себя и близких, нужно быть осторожными и доходчиво объяснять, почему не стоит выставлять свой номер на всеобщее обозрение и чем может закончиться афиширование своего домашнего адреса в интернете. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. И теперь хорошие новости из финского Вуакати. Наш земляк Александр Терентьев стал сегодня чемпионом мира. Он завоевал золото в первенстве среди молодежи. Видеоинтервью с победителем мы покажем в следующих выпусках новостей, а пока перейдем к спортивным новостям нашего региона. Первая декада Нового года в Ненецком округе ознаменовалась для воспитанников Школы Олимпийского резерва труд большим количеством выездных соревнований. Это связано с тем, что в стране началось ослабление режима повышенной готовности. И стабилизация эпидемиологической обстановки. Спортивная жизнь в стране оживает. Это значит возобновляются различные соревнования за пределами региона, где наши спортсмены могут показать свои силы, совершенствовать свое мастерство. Так на этой неделе на различные турниры по Северо-Западному федеральному округу выехали три группы юных спортсменов из Ненецкого округа. А также в Москву отправились наши фигуристки. Выезжали на соревнованиях, то есть участвовали в соревнованиях спортивная борьба. По определенному возрасту сейчас на этой неделе у нас уже 10-го числа уезжают на тренировочные мероприятия и на первенство Северо-Запада в Калининград. Опять же спортивная борьба. И бокс уезжает. Также у нас 10-го числа, то есть три группы у нас уезжают. 10-го числа уезжают фигуристы выступать в город Москву на соревнования. Во многих регионах ограничения по коронавирусной инфекции уже сняты. Для участия в соревнованиях и чемпионатах не требуется результатов ПЦР-тестирования. Единственное условие пока сохраняется неизменным – отсутствие зрителей. Но все же главная спортивная жизнь возобновлена. Кроме того, на региональном уровне пройдут различные соревнования. Так уже в эти выходные в поселке Искателей запланирован турнир по тэквондо среди юных спортсменов. Юбилейные гонки на снегоходах пройдут на Качгартинской курье. Об этом сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в своих соцсетях после завершения опроса. В голосовании приняло участие более полутора тысяч человек. Из них 92% поддержали проведение гонок на реке. Спортсмены тем временем уже готовятся к ежегодному снегоходному кроссу. А один из гонщиков и вовсе решил проверить себя и свою технику на соревнованиях федерального уровня. Далее все подробности. С легким волнением Владимир Куляев загоняет снегоход в специальный прицеп. Впереди у гонщика путь до Кирова. Решение участвовать в одном из этапов чемпионата России по снегоходному кроссу было принято буквально несколько дней назад. Владимир совершенно случайно узнал о соревнованиях от коллеги. Задача, конечно, не победить, а поучаствовать, набраться опыта, встретиться вживую с ребятами, с которыми мы уже давно общаемся, по переписке. Там будет суперкросс А, суперкросс Б. Ну, это суперкросс А, это профессионалы, а суперкросс Б, это типа любители. Вот, и молодые еще будут. Да, там два круга, ой, два заезда по 15 минут. Подготовиться к соревнованиям все же удалось. Каждые выходные гонщики тренируются на трассе в районе села Цельвиска. Владимир хоть и пришел в снегоходный спорт полтора года назад, этого времени хватило, чтобы втянуться в гонки, что говорится, с головой. Мы же с ребятами создали тоже федерацию, это карсонал. Но мы еще к ним не вступили, так как нам требуется трасса, аттестация от этой МФР и в дальнейшем уже сотрудничать с ними. Но нам не дают землю. Сейчас представители федерации намерены добиваться выделения земли по трассе, чтобы сделать мотокросс доступным для большего количества жителей Ненецкого округа. Ну а пока Владимир отправляется в Киров пробовать свои силы на федеральном уровне и перенимать опыт у представителей Федерации мотокросса России.